Вот, затем появилась новая сцена, на которой проводились занятия курса, появилась камерная сцена, да, она внизу находится, маленькая, совсем, мы рассчитывали на то, что там будет идти спектакль для совсем маленьких детей, но сейчас там идут два спектакля, это Снежинка, спектакль Яна Кунина и Жизнь, спектакль Дениска-Сучука. И, собственно говоря, вот этот вот фойе, которое у нас, да, какие-то образы трансформироваться, выявится, и там у нас тут тоже была спектакль, а пока это тетрадь Тома Тринцевича, Сальяна Тунина и Нирвана Патия, да, Нирвана Патия, это же все непонятно кто, но достаточно задорванная команда все это отпускает. Вот, играют очень громко в Ирвану и веселятся как-то. Вот, а это что касается пространства, да, что такое, как я сегодня, пытаюсь как-то отмыслить это. Да, 20 спектаклей для взрослых. 20 спектаклей для взрослых. Я могу сказать вам вот такую вещь. Мне кажется, что, ну, наверное, даже в этом уверен, что ни один театр в России, ни кухонный театр в России не работает так. У нас есть постоянный взрослый репертуар. Мы работаем постоянно в неделю, да, несколько названий. Такого роскошства не может себе позволить ни один кухонный театр, потому что, так или иначе, представление у зрителей о кухонном театре, как театре для детей, оно тотально и очень сложно и складимо. Мы пытаемся с этим как-то, не то чтобы бороться, но гнуть свою линию, да. И в этом смысле, мне кажется, что, да, у нас, наверное, есть такой идеальный театр, который имеет и репертуар для взрослых, и имеет свою публику, что одним, немаловажно, что является заслугой вот этих лет работы всех, ну, всех служб в театре, да. Вот. Это хозаветная трилогия. Есть у нас, да, хозаветная трилогия, вот этишки, там, десятки, да. Есть у нас поэтической трилогии, нет. Она задумывается как тоже трилогия. У нас есть спектакль, посвященный Торшему Швачеву, спектакль, посвященный Высоцкому. И, в принципе, готовится, уже долго готовится спектакль, посвященный Торшему Швачеву. Как-то задумалась такая трилогия. Ну, вот, когда это будет, пока не очень интересно, но, скорее всего, где-то, может быть, осенью. Я надеюсь, мы выйдем на какой-то показ. Вот. Что касается, да, подрастает молодое поколение режиссеров. Они нигде не получали диплом, но что-то вот, видимо, чему-то они учились на репетициях, в общении с нами. Денис Когачук, да, он выпустил уже два спектакля. Это жизнь. Спектакль по мотивам рассказа Андрея Платонова. Вот он идет у нас на кабельной сцене, на сцене для среднего возраста. Да, спектакль о борьбе, о начале Великой Отечественной войны. И 140 ударов в минуту. Это недавняя премьера. Очень любопытный спектакль. Да, практически без слов. Да, без слов. Да, концепция с двоей. Очень интересная премьера его. Затем Толя Кущин. Сейчас работает в данный момент на малой сцене над спектаклем «Курочка ряба». И премьера состоится 1-го числа. В Пасху. Как аргументировал сам этот режиссер, хорошо «Яичко в Христову дню». Вот. Собственно говоря, это будет его первая премьера. Я надеюсь, что все состоится. За стенами нашего театра Катя Гелёвич выпустила спектакль в театре «Хаос». То есть вот есть молодые режиссеры, которые вполне могут прийти не то чтобы на смену, но вполне могут быть состоятельными. Что такое, опять же, я рассказывал, что такое «БТК сегодня». «БТК сегодня». Вот. История «БТК» неоднозначна. Были разные периоды. Я думаю, что об этом лучше, если вы вдруг захотите посчитать, как это называется, на сайте «БТК». Потому что создан у нас юбилейный проект «БТК-85». Создан специальный сайт, на котором, во-первых, размещается интервью с работниками театра. Ну, со всеми, с разными. Не только с режиссерами, с актерами, но там иницировщиками, вахтерами, инженерами, электриками, ну, в общем, с разными людьми, администраторами. Вот. Это к тому, что, как бы, вот. Разные впечатления о театре. Вы можете интернете, вот, врачи. Это, во-первых, о грабутике. Да, да, о грабуте. Вот. Затем, как бы, есть вот, да, люди и история, да, такой раздел. И в этом историческом материале собраны по годам этапы Большого театра «Куколу», да, с чего он начинался, как он дальше продолжал свое существование, каким образом переживал блокады, блокады и военные годы, каким образом затем возвращался к жизни, да, 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 какие здесь были режиссеры Савелий Шапилин, Коил Королев, Виктор Сударушкин. У всех разная, очень разная судьба складывалась в этом театре. Вот. Там все это, в общем-то, нужно прочесть. Может быть, мы выпустим как-нибудь буклет на основе этих записей. Вот так. Экскурсии для взрослых, да, вот, с этого года. Наша пиар-отдела и административная часть проводят экскурсии по театру, да, на которую, одну из которых вы можете сегодня попасть, видим, да, на там. Вот. Выставки, да. Вот сейчас там такая небольшая экспозиция блокадов. Представлен как раз период и Королева, и Сударушкина, современный период, да, и, видимо, Савелия Шапира еще, да, период представлен, да. Вот. Что касается достроя театра, после премьеры, о которой я скажу чуть позже, у нас будет премьера, в мае, в мае мы поедем в русское турне, это большие дострои, так называемые, дверь вышла в Голочок, Новгород, Псков, да, и мы там представили недостаточное количество спектаклей, и детские, и взрослые. Там будут представлены Альбалит, Калабок, 140 ударов, что еще не помню. Мы, Ромео, Джульетта, Высоцкий, Рэквим, я все, конечно, сказал, да, Наташа? Вот. Так что и в Твери, и в Волочке, и в Голгороде, и в Апскове. Люди посмотрят, чем мы занимаемся. В Апскове уже знают, что это нас и ждут с нетерпением. Несколько раз там были и играли. Затем спектакль «Песнь-песни» отправился на фестиваль «Древ» в Таллинн. Мы там принимали достаточное количество раз, да, почти каждый год мы туда, все-таки, нам туда даются отправиться. Позвали нас в Шотландию на две недели, в Эдинбург в 2018 году с песней-песней. «Далеко-далеко» спектакль «Анна Аркадьевна Иванова-Грошинской», он туда тоже поедет, да. Затем «Осень и турне» по Франции со спектаклем «Далеко», далеко. То есть летом мы поедем в Макдебург, это «Покоение и прощение» поедет, да, Германия. «Эрфрут» далеко-далеко, да. Ну и с конца мая мы начинаем набирать новый курс, пока это будет курс режиссерской актерской. Но на данном этапе, видимо, нам актуально будет набирать только режиссеров, вот и, собственно говоря, мы постараемся, постараемся, научимся, и чему сможем, а атисты, конечно, в будущих годах. Вот, что касается юбилея, 85 лет в театру, юбилей, это 16 мая, длинный день, который начнется с 18.00, пресс-конференция, посвященная юбилею БТК «Плана на новый сезон» и осеннему фестивалю БТК «Пост театр актуальных кукол». Он в этом году пройдет под таким названием «Фрик» в театре кукол, или «Папа Криклян» как-то, и, в общем, ужас. Да нет, не ужас, но что-то вот такое прикольное, да. Затем в 17.40 презентация нового фильмного стиля, вот у нас появятся новые афишки, они касаются трилогии книга Льёва «Песни-песни» и «Экльзиаст», да, и мы постепенно будем менять весь внешний вид театра, который уже давно нужно было делать, но сегодня не так быстро делается. Показ фильма о БТК в 18.30 «Открытие исторической выставки» в цивилизском поэте и витринах первого этажа. Ну а затем будет премьера спектакля, режиссером которого я являюсь, спектакль «Шпиль» по роману Уильяма Голдинга. Собственно говоря, что я могу сказать по премьере, ну, достаточно непростое произведение, да, «Шпиль» считается вершиной творчества, ну, многими вершиной творчества Уильяма Голдинга. А, собственно говоря, речь ведется о постройке шпиля Саутбирьевского собора Пресвятой Девы Марии. Как-то, ну, сложно пока говорить о примере, поскольку она еще в работе, и какие-то вещи, ну, не совсем понятны нам самим. Ну, точно, я знаю, что сейчас я выбираю между двумя финалами. Почему выбран такой материал? Во-первых, да, материал возник, не то чтобы замысел, но желание возникло. Век 10 назад это должен был быть пятый спектакль театра «Потугань». Я являюсь художественным руководителем этого театра, маленького театра «Потуганного театра», и вот это должна была быть пятая работа, но случился ВТК и случился курс, поэтому пришлось отложить эту работу на 10 лет, чуть-чуть побольше. Поэтому в этой работе будут участвовать представители актера театра «Потугань» Максим Рудков, Леана Сонкина и представителем мастерской ВТК. Вот. Как бы объяснить, почему это в юбилей, очень сложно, поскольку история достаточно драматичная и даже трагическая история. Но в этом смысле нам хотелось, видимо, не столь как бы такого помпезного и, может быть, в каком-то смысле поверхностного празднования, сколько немножко посмотреть на себя со стороны. Главный герой, Чёрстлин, настоятель этого собора, он, как бы это сказать, поставил перед собой цель, построил, собственно говоря, вот этот Шпиллер. Мы понимаем, что это очень важная задача, божественная трудность его в этом мире. и, собственно говоря, практически ни перед чем не останавливается. Происходят разные события, но Шпиль всё-таки построен. В этом смысле некая параллель, собственно говоря, с любым, да, человеком, пытающимся, ну, что-то построить, что-то создать, она здесь вполне возможна. Поэтому вот те прекрасные достижения, которые произошли, как у кого-то звонок, это ваш телефон, чей-то. Те завоевания прекрасные, которые произошли за эти 10 лет, они прекрасны, но при этом мы понимаем, что настройка Шпиля, она связана, ну, с той какими трудностями. И лучше в какой-то момент как-то страниц, посмотреть на это всё со стороны, всё ли правильно делается. Всё ли правильно делается. Ну, вот и потом, да, я должен сказать, что, конечно, в России никто ещё не ставил это произведение. Мы делаем. Мы делаем. Они не знают насчёт этого. Не знаю. И поскольку практически любая деятельность человека, она так или иначе связана с некой гордыней, которая присутствует, особенно у художников это развито. Мне кажется, что это полезное и целебное произведение для, ну, как бы, для творческого слоя. Не просто, да. Она как прививка вот такого, да, чтобы не стараться, меньше заблуждаться. Это практически невозможно, но хотя бы стараться. Иногда себя чуть-чуть отдёргивать, да, в каком-то смысле. И вывод, да, который сделает главный герой в конце романа, ничто не совершается без греха. Болг, ведущий, дел Бог, он, ну, просто достойно, мне кажется, озвучания и такого достаточно серьёзного изучения, в этом смысле для меня, ну, вот это осознание важнее, чем, чем может быть, да, какое-то веселье, которое может случиться и не оставить ничего ни в голове, ни в сердце. Вот поэтому, ну, кроме того, что этот замысел уже давно возник, вот так совпало, что это ещё в юбилей, в юбилейный год и в самом юбилей. Мне кажется, что это важно для театра сейчас. Вот так. Но затем фуршеты, праздничный вечер в честь юбилея, и какая-то музыка живая наверняка порадует тех, кто до этого дожилет. Обязательно потанцуем и споём, наверное, ну, фуршет было. Придается? Вот. Это что ты ещё должен сказать, Наташа? Я по шпаргалке под всем пунктом прошёлся, так что вы задавайте вопросы, если что, я смогу отвечать. Александр, конечно, тоже. Что я? Да, в радость. Или вы хотите кофе? Нет, можно задать? Да, да. Руслан, да. Хотелось бы ещё побольше услышать. Мы поняли, что в этом году новый фестиваль, который будет проходить, БТК, виртуальные куклы, он будет в стиле фрик, мы сказали. Хотелось бы больше узнать, какие театры будут приглашены, какие спектакли мы увидим. И чем будет он отличаться от других фестивалей, кроме того, что он будет в стиле фрик? Да, потому что это не совсем ко мне вопрос. Я думаю, что у нас есть и для художника руководителя, она опять же на фестиваль, она опять же на нашу фестиваль, но, как вы видите, она больше не знает, я вообще не смогу точно ответить на этот вопрос. Мы сейчас в процессе. Хорошо. И тогда следующий вопрос. Просто у нас ещё у всех в памяти прекрасный вечерин, вечер, БТК, значит, грузинский вечер. И мы помним, как вас прекрасно встречали в Грузии. И вот нету случайно в планах у вас поставить, ну, такой аловерды грузинам, и поставить какой-нибудь спектакль, ну, например, по рассказам Тумбадзе, потому что... Или классика Шатару Ставилия, «Витязь в тигровой школе», потому что, по-моему, единственный театр в России, который может себе это позволить, с вашими идеями и воображениями это сделать. Спасибо. Ну, я подумаю над этим. В вашем случае мне на дневнажды подарили книгу, да, очень в хорошем издании Шатару Ставилия, да. Просто на ближайшее время есть планы, которые нужно закончить, а там уже видно будет, да. Вполне может быть. Может быть. Да. Простите, пожалуйста. Покинайте вам вопрос. Вот 80-летие, в день дождя.